Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня уже 11 декабря. И я вот все про томаты, про томаты рассказывала. Совсем забыла о перцах. А ведь сейчас то самое время, когда мы выбираем еще и семена перца. И вот я хочу сказать, что перец мы тоже зачастую выбираем по картинкам. Или, если мы читаем на обороте какую-то информацию, то мы берем во внимание обычно или вес плода, или толщину стенки. Ну что-то такое. И мы забываем о том, что есть еще одна важная такая, еще один фактор. Это то есть, нужно ли обязательное формирование данному сорту перца. Потому что сорта все разные. Я сейчас хочу поговорить о формировании, потому что многие не умеют формировать, не знают, как это делать. Многие вообще сомневаются, нужно ли это делать. И вот сейчас я немного... Нужно ли, формировать ли перец сладкий, обязательно ли это делать, вот на эту тему поговорю. Я сразу скажу, что я сейчас перец не формирую, потому что это занимает очень много времени. Я стараюсь выбирать сорта, которые не нужно формировать. Сейчас, чтобы вам было понятно, мы опять вернемся к картинкам. Извиняюсь за качество тетради. Вот два года назад я начинала всегда рассказывать об этом. Я поняла, что без картинки это понять очень сложно, потому что... Когда говоришь, ну, как на словах, многие не понимают, особенно начинающие. Непонятно даже тогда, когда показываешь на растении, на живом. А вот на рисунке все понятно. Но перед тем, как объяснить про формирование, я сейчас скажу вам, что еще нужно выбрать правильно не только перец по методу формирования. Мы выбираем перец, ну, вот я для начинающих по метку сделаю такое уточнение, точно так же, как томаты. То есть нужно учитывать свой регион, условия выращивания в теплицу или в открытом грунте. Вы знаете, что перцы очень теплолюбивые, некоторые в открытом грунте вообще не вызревают, вот особенно у нас в сибирском регионе. Сорт перца нужно подбирать еще более тщательно, чем сорт томата. Также нужно учитывать, опять занятый вы огородник или нет. Обязательно нужно учитывать сорт скороспелый или нет. Если вы живете в холодном регионе, позднеспелые брать лучше вообще не нужно, иначе вам придется кушать их в зеленом виде все, а они зеленые не очень вкусные. Все это я потом подробно расскажу, сейчас остановлюсь. Именно на том пункте, занятый вы огородник или свободный, то есть много у вас времени или нет. И от этого зависит, стоит ли вам связываться с формированием перца или может быть выбирать сорта, которые формировать не нужно. Ведь сорта разные, не только по срокам созревания, по форме плода и по толщине стенки, но и по формировке, по формированию куста. Сразу скажу, что некоторые сорта вообще нельзя формировать. Нельзя у них не выщипывать вот этот коронный цветок, нигде не прищипывать ничего. Вот для наглядности я вам принесла две пачки, оба они скороспелые. Вот этот даже ультраскороспелый указан, а этот ранний, раннеспелый. И смотрите, казалось бы, у них одинаковый вес вот этого стручка перчинки, у них почти одинаковая толщина стенки и цвет и все. Но это совершенно два разных перца. Если вот про здоровье написано, что высотой до одного метра и более и требует подвязки. То есть этот перец, скорее всего, нужно формировать и лучше его бы формировать. А этот, дающий точно такие же плоды, написано, низкорослое растение 25-30 см с букетным типом формирования. Что значит букетный тип формирования? Это значит, он априори, нельзя его ни прищипывать, ни формировать. Букетный тип формирования, это значит, там, где мы, ну как, делаем прищипку, у него все вот здесь, у него все цветы сосредоточены вот так букетиком, и все плоды будут здесь. И если вы вздумаете его формировать, не вникнув в его характеристики сортовые, и прищипнете здесь, все, вы испортите ему всю дальнейшую жизнь, вот здесь все его потомство должно было бы быть. Вы здесь прищипнете, все, у вас ничего не будет, вы потеряете почти весь урожай. Поэтому формирование, вроде бы, оно и не обязательно, но очень важно знать, если вы все-таки хотите формировать, какие можно, какие нет. Сразу говорю вам, с букетным типом формирования этих завязей, цветов, сразу отметаем, сразу вы должны знать, эти перцы формировать нельзя. Я вам показала Винни-Пух, но это не только Винни-Пух, есть и другие. Но они очень хорошо подходят для тех, у кого мало времени, кому некогда заниматься формированием, если вы подберете вот такие сорта, которые не нужно формировать, которые низкорослые, они вызревают даже в открытом грунте. Все, мы их убираем, оставляем те, которые высокие. Но не обязательно метровые, есть обыкновенные. Для чего? Вот их лучше формировать. Для чего мы формируем? Вообще, зачем заниматься этим? Вот тут так же, как по принципу помидор. Формируем для укропнения плодов. Формируем для ускорения созревания вот этого урожая. То есть, когда мы удаляем, видите, вот здесь у меня вот крестики, когда мы удаляем вот эти лишние пасынки, все мы это удаляем, то мы перенаправляем вот эти все силы, все питательные вещества растения именно на те плоды, на оставшиеся, на меньшее количество плодов и на меньшее количество листьев. Тут вы представьте, все вот это разрослось бы, и это все ускоряется и укропняется. Сразу скажу, что есть методы формирования простые, есть методы формирования сложные. Вот посложнее вот этот классический метод, когда ведут в два ствола. Тут вроде тоже ничего такого нет, но я вам сразу скажу, если вы возьметесь, например, формировать в два ствола, нужно делать это постоянно. Так же, как помидоры подходим посынковать раз в 10-7 дней, так и вот эти. Коронный цветок, когда вот это у развилки прищипывается, вот это все убирается, прищипывается, оставляете, когда два ствола, вы понимаете, что они начнут тут же раздваиваться, разветвляться, и вот за всеми этими раздвоениями нужно следить. То есть тут принцип такой, удаляется коронный цветок, удаляются все пасынки до развилки. Короче, после развилки и до развилки ничего расти не должно, и если тут будет возникать что-то, нужно удалять. Но еще вот каждая из двух вот этих каркасных ветвей, она же будет раздвигаться, и тут выбираете толстый, тонкий прищипываете, она дальше опять толстый, потолще пасыну этот стволик, выбираете, тонкий прищипываете, и вот тут получится, она вот так будет идти, 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 одна и вторая, и потом прищипку. Но это длительный процесс, вот этот вот процесс очень длительный, и если такие применяются обычно к высокоруслам, которые больше метра, сразу скажу, что если вы даже купите перец, на котором написано высота метр-метр двадцать, вот у меня был желтый слон, не обязательно мучиться везти в два ствола. Я вот всегда выращиваю такие, как я называю, у меня дикие перцы в диком виде, ничего не удаляю, ничего не убираю, вот сколько здесь нарастает, все сгребаю, подвязываю, и так вырастает. Но, конечно, при формировании в два ствола, когда вы тщательно все формируете, может быть и плоды будут крупнее, может быть и созреет быстрее, но это очень большая затрата времени, так же, как у помидор, вы будете постоянно ходить, ходить и ходить, следить, чтобы все это не зарастало, прищипывать, удалять. Сразу имейте в виду, будет ли у вас на это время в течение всего сезона. Ну и исходя из этого выбираете, вот таким сложным способом формировать или нет. Есть более простой, которым люди пользуются, просто, короче, прищипывают. Вот здесь, сейчас вам покажу. Вот когда перец еще совсем молодой, обычно 7-8 листиков, тут 1, 2, 3, 4, 5, вот 8. После 7-8 листа верхушка прищипывается, даже не дожидаетесь, когда развилка, вот вырос он такой стержень, 8 листиков, убираете, и здесь оставляете возможность расти тому количеству пасынков, которые вы хотите. Нижние удаляете, 1, 2, 3, 4, например, у меня вот здесь составлено 4 пасынка. Количество пасынков зависит от того, с какой целью вы вот это делаете. Для получения сверхраннего урожая, если вы хотите, чтобы поспело, быстро, 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 у вас несколько перчинок, но тогда вы будете в ущерб количеству урожая. Тогда некоторые оставляют, чтобы быстро, быстро, оставляют всего 2 пасынка. Остальное здесь прищипнули, тут не даете возможность вообще ничему расти. У вас останется 2 пасынка, и вот на этих 2 пасынках будет основной урожай. При таком способе формирования плоды получаются крупные, отборные, они вызревают быстро, ну потому что понимаете, что вся корневая система, все растение, оно будет работать вот на эти 2 пасынка, сколько там, ну пусть у вас там будет 10-12 плодов, но они зато будут рано. Обычно это используется для раннего урожая, потому что, как вы понимаете, портится кустик, вы не даете ему полностью отдать урожай, не даете ему, ну такой, прожить полноценную жизнь с тем количеством потомства, что было запланировано, что у него заложено. Вот это принудительное такое выщипывание. И еще вот такой же способ с прищипкой формирования, ну просто, для обильного урожая, для продолжительного урожая, просто чтобы он не зарастал вот этой всей лишней листвой, так же делается прищипка, но оставляется уже 4 пасынка. Вот когда 4 пасынка, тогда получается полноценное растение, такое большое, много урожая, только не дают вырастать вот этому стволу. Так же, как у томатов, следим, как мы удаляем же у томатов все листья до первой цветочной кисти, до плодовой, так и это, вот у нас будут вот эти вот плодоносить, будут расти, тут вы уже ничего не выщипываете, но обычно так делают люди, может кто-то и выщипывает. Вот эти 4 пасынка растут, тут прищипнута и тут. Это вот простой такой способ формирования. Я пробовала, и такой пробовала, и в 2 ствола, в 2 ствола везти сразу отказалась, потому что вот это вот постоянная слежка за этими перцами, подходить, отщипывать, там контролировать, какой толще, какой тоньше, какой лидирующий у них стволик. Я, у меня томаты много времени отнимают, это для меня не подходит, и поэтому вы должны сами решить, нужно вам формировать ваш перец или нет. Может быть проще подобрать сорта, вот такие низкорослые есть, как карликовые, которые не нужно формировать, но опять же, те сорта, которые вот сильно такие крупноплодные, которые с толстыми, такими стеночками, конечно они карликовыми бывают редко, обычно это полноценные, такие в метр, под метр высотой, и у них все равно люди, чтобы облегчить жизнь вот этому растению, они убирают лишние пасынки и прищипывают очень часто, но это личное дело каждого. Я хотела что донести, формировать ли перец сладкий или нет? Я сразу говорю, что можно вырастить перец и без формирования, и большинство, ну 50% это точно, огородников выращивают прекрасные урожаи без формирования. Но если у вас есть свободное время, если вам нечем больше заняться, если вы можете посвятить полностью все свое лето растениям, то можете попробовать и формировать. Некоторые вот, кто постоянно формирует, они утверждают, что с формированием куста, вот после таких приложений усилий, урожая больше, и плоды крупнее, и стенка у них толще, но это вы должны проверить на собственном опыте. Экспериментируйте, пробуйте, только не забывайте, не обижайте вот таких вот денни-пухов карликовых, не выщипывайте у них верхушечку, не лишайте их удовольствия плодоносить все лето, некоторые прищипнут, а потом ждут урожай, а его не будет. С букетным формированием вот этих завязей из цветов трогать их вообще нельзя. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова, это про сладкий перец. Субтитры делал DimaTorzok